МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хотел бы представить авторов этого исследования и тех, кто представит сегодня его результаты. Это Сергей Большаков, руководитель направления по работе с государственными органами компании «Майкрософт». Это Карен Казарян, главный аналитик Российской Ассоциации электронных коммуникаций. Это Мария Сайкина, аналитик Российской Ассоциации электронных коммуникаций. И Вадим Перевалов, старший юрист компании «Бейкер и Маккензи». Исследование, о котором мы говорим, проводилось в «Майкрософт» проект «Бейкер и Маккензи» при поддержке Сбербанка. Поэтому прежде чем передать коллегам слово, я позволю себе сказать небольшое вступление. Национальная стратегия искусственного интеллекта, как вы помните, определила регулирование в качестве одного из ключевых движущих факторов развития этой технологии в нашей стране. Концепция регулирования технологий искусственного интеллекта, она показала ориентиры, куда нам нужно развивать свое регулирование в течение ближайших четырех лет. И вот как раз одним из ключевых вопросов, который в концепции поставлен, является вопрос делегирования, условий делегирования, принятия отдельных юридически или фактически значимых решений системам искусственного интеллекта и проблемам ответственности. Для тех из вас, кто не юристы, я объясню эту тему совсем просто. Это вопрос, при котором мы можем широко использовать систему искусственного интеллекта в гражданском обороте. Кто будет виновать, если что-то не так пройдет? Когда они могут принимать решения, которые касаются нас с вами? Это та проблема, которую сейчас заботят все стороны мира. И я очень рад, что мы здесь находимся в числе первых, кто посвятил этому глубокое теоретико, экономико и социальное даже исследование. С большим удовольствием передаю слово Сергею. Андрей, спасибо большое за представление, за сегодняшнюю очень интересную программу. Многие выступающие уже говорили об этических и моральных нормах, высказывали мнение о том, что можно разрешить искусственному интеллекту и тем, кто с ним работает, и как это лучше всего делать. В практическом плане одним из пластов такого регулирования является вопрос делегирования права от человека к искусственному интеллекту. И на слайде видно, что независимой параллельной жизни этики и правовых норм нет. Как раз принципы регулирования восходят к правам человека, общечеловеческим ценностям, важности, общественных благ. И это зафиксировано в международных, национальных документах, в политиках и документах отдельных компаний. Неразрывная связанность этических и правовых норм, с одной стороны, а с другой стороны, возможности и неопределенности, возникающие со стремительным развитием новых технологий, объясняет вовлечение компаний-лидеров международный диалог. И я как раз хочу поблагодарить организаторов конференции, участников Андрея Незнамова лично за их вклад в сегодняшнее мероприятие, в этот диалог. Углубляясь в аспекты принципов, которыми руководствуются при подходе к искусственному интеллекту, это следующий слайд. Об этом подробно буквально несколько минут назад говорила Анна Абрамова из НКИМО. Я приведу здесь в качестве примера и ссылки для изучения анализ, сделанный коллегами из Гарварда, которые проанализировали базовые документы государства, НКО, компании при работе с искусственным интеллектом. В их классификации, которая в целом совпадает, например, с классификацией Microsoft, это принципы приватности, ответственности, прозрачность, справедливость, контроль человека за технологиями, профессиональная ответственность, распространение общечеловеческих ценностей. На следующем слайде мы рассказываем о работе, которую мы начали. На самом первом этапе, о котором мы хотим рассказать сегодня, мы задаем вопросы, какие существуют нормативные барьеры на пути этического использования искусственного интеллекта. На следующем этапе, уже после проведения экспертных обсуждений, наша задача изучить конкретный сценарий использования искусственного интеллекта, используемые предложения по изменению регулирования в части делегирования прав от человека к искусственному интеллекту. Для работы мы выбрали четыре отрасли умного города, это городское хозяйство, городское управление, здравоохранение, финансы и торговля. Мои коллеги расскажут о проведенной работе и первых результатах в таком порядке. Мария расскажет об анализе практических и юридических аспектов регулирования искусственного интеллекта при процессе принятия решений. Вадим расскажет об отраслевом анализе международных подходов. И в заключении Карен расскажет об анализе нормативных барьеров для развития искусственного интеллекта и применения в России и поиски возможностей по их преодолению. Прежде чем передать слово коллегам, на следующем слайде я хочу сказать, что был проведен серьезный анализ российских международных материалов, публикаций, где затрагиваются вопросы делегирования прав искусственного интеллекта, включая самые последние публикации. Место на одну публикацию мы оставили, и еще не поздно туда внести вклад каждому из участников дискуссии. Сейчас я передаю слово Сайкиной Марии. Спасибо большое, Сергей. Всем добрый вечер уже. Моя часть выступления будет в преамбулы к последующему выступлению коллег. И я расскажу о том, что такое вообще процесс принятия решений, какие есть особенности у процесса принятия решений искусственным интеллектом и человеком. И где здесь драма, почему мы, собственно, говорим о регулировании процесса принятия решений алгоритмами. Обычно процесс принятия решений определяется как когнитивный процесс, выбор из некоторого набора альтернативных возможностей, которые базируются на знаниях, верованиях, ценностях, убеждениях того актора, действующего лица, который принимает решение. У человека и у алгоритмов здесь есть свои преимущества и недостатки. И, например, БРП ХАС предлагает классификацию этих преимуществ и недостатков по пяти основаниям. Если мы посмотрим, то, естественно, алгоритмы имеют преимущество в принятии решений при обработке больших наборов альтернативных возможностей, при скорости этой обработки. Но в то же время у человека тоже есть свои преимущества. Например, человек гораздо лучше справляется в случае нечётко структурированных областей принятия решений и решает неструктурированные задачи лучше, чем искусственный интеллект, полагаясь на такие пока ещё недоступные искусственный интеллект вещи, как, например, интуиция или здравый смысл. И, используя сильные стороны и человека искусственного интеллекта, можно создавать различные организационные структуры принятия решений с различным вовлечением человека и алгоритмов. Беркли ХАС предлагает четыре варианта. Полное делегирование различных гибридных вариантов с последовательным принятием решений и агрегированный вариант, когда какую-то часть решений человека даёт алгоритму, а какую-то оставляет за собой. От вовлечения того или иного действующего лица зависят сильные стороны, преимущества той или иной структуры, и, естественно, они определяют те сферы применения данной структуры, в которой она будет наиболее эффективна. И, как мы видим, есть примеры и полного делегирования, она применяется, например, в рекомендательных системах, системах динамического ценообразования, но в основном и Беркли ХАС, и большинство исследователей, и аналитиков сейчас с ним согласны в том, что всё-таки вовлечённость человека, особенно в текущем этапе, она важна, и человек должен находиться как наблюдатель, как окончательное звено этой цепи в цепочке принятия решений. И в ходе конференции сегодня и, в принципе, достаточно много есть примеров уже делегирования принятия решений искусственному интеллекту. И, скорее всего, я уверена в этом, таких примеров будет становиться всё больше и больше. Почему? Потому что очевидно, что те кейсы, которые есть сейчас, подтверждают, что доверие принять решения искусственному интеллекту существенно повышает эффективность, снижает расходы, помогает оптимизировать различные бизнес-процессы, и, соответственно, имеет достаточно большое число позитивных эффектов. Тем не менее, как и у любого, здесь есть обратная сторона, и такое делегирование принимает достаточно большое число вопросов, лежащих в этической, политической, юридической и технологической областях. Успешных примеров сегодня много. Например, алгоритмы искусственного интеллекта успешно применяются при анализе медицинских снимков. И, например, в начале этого года в журнале «Лансет» была опубликована статья об использовании алгоритмов для анализа маммографии и диагностики рак на лорадных стадиях. И здесь алгоритмы показали себя намного лучше, чем рентгенологи, и их использование помогло существенно снизить число ложно-положительных и ложно-отрицательных заключений, что, естественно, положительно сказалось на пациентах. Однако существуют и обратные примеры. В этом году в Великобритании были отменены итоговые экзамены, и местный регулятор доверил выставлению итоговых оценок автоматической системы принятия решений, надеясь таким образом снизить эмоциональный эффект со стороны преподавателя и получить более объективные оценки. В итоге те оценки, которые были выставлены на системе, оказались намного ниже, чем те, которые могли бы выставить преподаватель по их истине, но самое главное то, что наибольшее расхождение в финальных оценках в сторону занижения было у тех студентов, у которых социально-экономическое положение было ниже. Здесь, естественно, получил достаточно негативный отклик на использование этих систем, были протесты страны-школьников, результаты итоговых экзаменов были отменены. Такие кейсы, а также непонимание со стороны общества, процесс принятия решений, непонимание, на каком основании принимаются решения, все это повышает общественный запрос на регуляторные ограничения для использования искусственного интеллекта и робототехники. Как раз в нашем исследовании мы поставили задачу предложить такой вариант модернизации существующих регулирования и подходов к регулированию, который бы не ограничивал, а наоборот стимулировал развитие инноваций, применение технологий и, с другой стороны, повышал бы общественное доверие к использованию системы искусственного интеллекта. Понятно, что для этого нужно решить очень большой круг задач, и среди тех задач, которые универсальны практически для всех отраслей, это повышение прозрачности работы алгоритмов, это предотвращение принятия дискриминационных решений, это целый блок вопросов, связанный с данными, это и конфиденциальность, и защита данных, и, с другой стороны, возможности их использования для обучения нейросетей, и защита прав инфектуальной собственности. Здесь большое число нераскрытых вопросов, которые требуют изучения. И свою часть я хотела бы закончить этим слайдом из последнего отчета State of AI, где авторы анализируют те прогнозы, которые они сделали на 2020 год. Мы видим, большинство из этих прогнозов сбылись в той или иной степени, кроме последнего, который как раз гласил о том, что в этом году управление искусственным интеллектом станет ключевой задачей, и как минимум одна компания внесет существенные изменения в модель управления. Прогноз, как мы видим, не сбылся. Действительно, сегодня во многих странах только начинается путь к практической имплементации различных регуляторных требований к искусственным интеллектам. Но есть и примеры практической реализации, но об этом уже более подробно расскажет мой коллега, и я передаю слово Вадиму Перевалову. Спасибо. Добрый день, коллеги. При каких условиях мы можем позволить искусственному интеллекту давать нам советы о том, какое решение является оптимальным? И при каких условиях мы можем доверить искусственному интеллекту принимать решение вместо нас? Этот вопрос актуален сегодня не только в России, и именно поэтому на этом форуме мы обсуждаем его с международными экспертами со всех стран мира. Этот вопрос актуален сейчас во всем мире, и многие страны пытаются подступиться к нему. Мы провели с коллегами достаточно глубокое исследование, в рамках которого мы изучили огромное количество источников. Некоторые наиболее интересные из них вы видите сейчас на экране, по результатам которого мы пришли к выводу, что в целом все законодательство и все регулирование о делегировании искусственного интеллекта, делегирование принятия решений искусственному интеллекту, сводится к двум основным моментам. Во-первых, это попытка защитить наши с вами права, сделать так, чтобы принимаемые искусственным интеллектом решения были объективными, непредвзятыми, справедливыми, чтобы у нас существовала возможность узнать о том, что в принятии решения участвовал искусственный интеллект, и эффективная возможность обжаловать это решение, если мы с ним не согласны. Но второй, не менее важный блок, о котором сейчас меньше пишут в литературе, это создание условий и устранение барьеров для того, чтобы позволить искусственному интеллекту более активно участвовать в принятии решений и для того, чтобы местами устранить совершенно ненужное и в некоторых случаях участие человека. Тем не менее, следует заметить, что регулирование принятия решений почти нигде в мире не бывает универсальным. Как правило, такое регулирование касается лишь некоторых отдельно взятых систем искусственного интеллекта. Например, можно классифицировать все системы по потенциальным угрозам, которые они представляют собой для человека. В зависимости от того, является ли это высокорисковой системой или она не представляет каких-то угроз, законодатели многих стран принимают решение, надо ли устанавливать дополнительные требования к этой системе, а также к компаниям и людям, которые являются операторами этой системы. Другой возможный подход — это регулирование системы принятия решений с использованием искусственного интеллекта в зависимости от степени их самостоятельности или автономности. В зависимости от того, насколько система самостоятельно участвует в принятии решений, насколько велико вовлечение человека, возникает вопрос о том, кто должен нести ответственность за принятое с использованием искусственного интеллекта решение. Если мы говорим о рисковом подходе, о подходе, основанном на риске, мы увидим, что уже сейчас многие страны, такие как Канада, Европейский Союз, США, предусматривают или планируют предусмотреть определенные требования, исходя из уровня представляемого риска. При этом весьма интересно, что если система не несет существенных рисков, то законодатели, как правило, приходят к выводу, что она не требует дополнительного регулирования. Если же мы говорим о критерии самостоятельности и автономности, в разных странах используются разные классификации. На примере Европейского Союза принято выделять, например, четыре уровня автономности искусственного интеллекта. Первая самая простая и понятная нам ситуация – это когда искусственный интеллект не воспользуется вообще. Вторая ситуация – когда искусственный интеллект дает нам подсказки, рекомендации, но решения принимает человек, грубо говоря, сидящий за пультом и нажимающий на кнопку «Одоблить». Третий уровень – это когда система искусственного интеллекта самостоятельно принимает и исполняет решения, но за пультом обязательно есть человек, который в любой момент может перехватить ручное управление на себя и контролирует происходящее, участвует таким образом косвенно в принятии решений. И четвёртый уровень – это когда человек встаёт, уходит из-за пульта и, в принципе, доверяет искусственному интеллекту продолжать принимать и исполнять решения самостоятельно. Но при такой степени автономности обязательным требованием, конечно, является возможность последующего контроля и исправления принятых искусственным интеллектом решений. Похожая классификация присутствует и в других странах мира, например, в Сингапуре. Но чем она интересна, полезна и важна? Мы видим, что в некоторых странах, таких как Индия, законодатель стремится стимулировать внедрение более автономных систем. А в некоторых странах законодатель, наоборот, проявляет осторожность, говоря, что, вы знаете, для определённых процессов самостоятельный искусственный интеллект – это опасно и нежелательно. Например, в прошлом году Франция приняла закон, по которому не допускается использование автономного искусственного интеллекта в онлайн-арбитраже, то есть при осуществлении правосудия. Это удел человека принимает решение о том, что справедливо, а что нет. В зависимости от того, насколько система автономно и самостоятельно работает, возникает вопрос о том, кто именно в большей степени несёт ответственность за то, какие решения она принимает, насколько это качественные решения. Идёт ли речь о человеке за пультом? Или идёт речь о том, кто принял решение в принципе внедрить эту систему? Или, может быть, даже о том, кто произвёл исходное программное обеспечение, в которое закралась какая-либо ошибка? Можно говорить, что сейчас идёт активная дискуссия и наблюдаются первые попытки, например, в США, плавно переместить ответственность с человека, сидящего за пультом, но не имеющего возможности реально понимать и контролировать, что происходит, на изготовителя или лицо, внедрившее систему искусственного интеллекта для принятия решений. Фантастика, скажете вы, о чём вообще идёт речь? Как Мария справедливо заметила, уже сейчас очень активно используются системы искусственного интеллекта для того, чтобы рекомендовать врачам принимать более качественные врачебные диагностические решения. Они не заменяют специалиста, но в США уже сейчас существует более 70 таких систем, которые рекомендуют что-то специалистам с использованием искусственного интеллекта. При этом есть как минимум одна система, которая заменяет специалиста здравоохранения. Это технология IDXDR, которая помогает непрофильным врачам диагностировать диабетическую ретинопатию. Благодаря этому в американских больницах стало возможным диагностировать это опасное заболевание, даже если в этой больнице нет профильного врача. Система либо говорит о том, что необходимо обратиться за лечением, то есть ставит медицинский диагноз в отсутствие профильного эксперта, либо говорит о том, что пациент может прийти на очередной плановый осмотр спустя год. Тем не менее, для того, чтобы мы плавно двигались к созданию и более широкому использованию систем искусственного интеллекта любой степени автономности, особенно автономных систем, нам необходимо преодолевать определенные барьеры, которые наблюдаются не только в России, они характерны для многих стран мира. Двумя наиболее распространенными и применимыми почти ко всем сферам деятельности барьеры является, первое, законодательство о персональных данных, которое принималось без учета появляющихся технологий искусственного интеллекта и которые по-прежнему требуют адаптации для более широкого распространения таких решений, а также внезапно антропоцентризм, то есть создание в законодательстве каких-то формальных требований или обязанностей, которые обязательно требуют участия человека, зачастую не для того, чтобы запретить использование искусственного интеллекта, а просто потому, что эти законы принимались без учета будущего технологического развития. Мы нашли еще ряд других барьеров и проблем, которые в принципе релевантны во многих странах мира, но на этом этапе мне хотелось бы передать слово моему коллеге Карену Казаряну, который более подробно расскажет о том, как обстоит ситуация в России. Здравствуйте, эту модель, которую показал Вадим, я попробую применить относительно одной из тех предметных областей, о которых мы говорили, о умном городе, городском хозяйстве, а также чуть-чуть поговорить о том, что уже делается в России и о том, что еще можно сделать. Мы предполагаем, что в умном городе и городском хозяйстве для того, чтобы внедрять в процессы делегирования задачи искусственному интеллекту, необходима в первую очередь цифровизация инфраструктуры. Этот процесс можно разделить условно на три этапа. Первый — это этап, когда вы создаете условия для сбора данных. В данном случае это внедрение технологии интернет-вещей, сенсоров. Это точечное внедрение решений искусственного интеллекта, которые, опять же, помогают сбору данных. Например, обработки информации с различных камер, установленных в городе, не обязательно на правильном времени. Вполне возможно, с последующей анализом обработки. И это продвижение подобных устройств и практик среди населения, например, популяризация тех же умных счетчиков, в том числе экономическими методами. Второй этап — это создание условий для обмена и использования данных. Создание платформ, маркетплейсов, в которых может подключиться как обычный пользователь, так и бизнес, которым должно быть, опять же, выгодно обмениваться данными между собой, получать государственные данные, муниципальные данные, и в свою очередь самим предоставлять данные государству и городу, которые они могли использовать для дальнейшей цифровизации. Наконец, это трансформация искусственного интеллекта, это внедрение сквозных решений на основе искусственного интеллекта, и это изменение принципов управления городским хозяйством с помощью искусственного интеллекта и, в частности, делегирования задач. Основные требования для такого внедрения третьего этапа, можно еще раз проговорить, это создание одной из самых главных экономических предпосылок для потребителей и для бизнеса, для использования новых технологий, для сбора и обмена данных. Эта самая главная боль всегда – это обучение персонала, причем обучение как линейного персонала к новым принципам управления, так и, естественно, найм коллекцированных специалистов. Это разработка песочниц для тестирования новых технологий, новых юридических практик, новых управленческих практик. Это создание стандартов данных и это, безусловно, продвижение среди населения цифровых грамотных источников. Люди не должны бояться искусственного интеллекта, люди не должны бояться безопасности собственных данных, только тогда мы сможем эффективно внедрять эти технологии. Это продвижение конкуренции на рынке, это внедрение новых принципов регулирования данных и управления решениями, о которых я как раз говорил, Вадим, это создание законодательных норм для эффективного и этического внедрения приложений на основе технологии искусственного интеллекта. И самое главное, это пропаганда в некотором смысле, это разговор с людьми о том, какие действительно плюсы несет для себя внедрение этих технологий. Итого мы можем выделить пять основных факторов успеха. Это вовлечение всех заинтересованных сторон, всех стейкхолдеров со стороны населения, со стороны бизнеса, со стороны общества. Это тренировка персонала и создание новых рабочих мест и, безусловно, образования. Это внедрение новой инфраструктуры как для связи, для эффективной работы интернет-вещей, так и внедрение облачных гибридных платформ для работы с данными. Какие основные барьеры мы можем выделить для внедрения делегирования искусственного интеллекта в России? В настоящий момент у нас отсутствует единый государственный подход и не хватает стандартов. Бизнес ограничен в использовании информации и данных из государственных информационных систем. И наоборот, государства с большой сложностью могут использовать данные бизнеса эффективно. У нас отсутствует сыгнательный статус данных промышленного интернета, вещей промышленных данных. У нас отсутствует фреймворк для работы с рисками и ответственностью за решения на основе искусственного интеллекта. Технологические барьеры. У нас все еще есть определенные проблемы с инфраструктурой. К сожалению, цифровое неравенство все еще существует и нам не очень понятно, что будет происходить с тем же пятым поколением сотовой связи. Эффективная инфраструктура, безусловно, нужна для развития других технологических решений. Зачастую руководство компании не готово к изменению бизнес-процесса и активной передаче функций искусственному интеллекту. Мы достаточно сильно зависим часто от коробочных решений, в которых сам бизнес не разбирается. Не так буквально единицы российских компаний существуют, в которых действительно есть собственные сильные решения в этой области. Наконец, мы достаточно мало вкладываем средств в разработку. Третья группа барьеров – ресурсные барьеры. Не хватает датасета для тренировки искусственного интеллекта. У нас недостаточное венчурное финансирование для развития стартапов в этой области. нехватка специалистов, к сожалению, во всех областях, которые связаны с IT. И у нас достаточно низкий интерес населения, либо иногда оно должно относиться враждебно к внедрению технологии искусственного интеллекта, в том числе иногда из-за неуклюжих действий как властей, так и компаний. Что уже сейчас запланировано или делается по этим трекам в России? У нас внедряются с 1 января вступать в действие закон о экспериментальных правовых режимах. Решение на основе искусственного интеллекта можно будет пробировать в песочнице. Определённые действия есть над улучшением доступа к государственным данным, к общедоступным данным для разработчиков системы искусственного интеллекта. Относительно регулирования делегирования запланировано создание мотивного регулирования как для взаимодействия искусственного интеллекта с человеком, так и для ответственности искусственного интеллекта, так и для обязательных требований к делегированию задач искусственного интеллекта в реальном мире. В области данных целый ряд изменений грядет в 152-й федеральный закон относительно защиты персональных данных. Должно появиться в законе нормы об обезличивании и анонимизации данных, которые бы позволили значительно расширить возможность использования датасетов. Должен быть облегчен доступ к государственным данным. Также должны быть упрощены и, с одной стороны, с другой стороны, при обеспечении должной защиты субъектных персональных данных, доступ к общедоступным персональным данным. Это и, наконец, необходимо создание, безусловно, этических норм использования технологии искусственного интеллекта, в том числе в делегировании задач, которые влияют на жизнь граждан. Это те треки, которые будут делаться в том числе в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». И я надеюсь, что собравшиеся здесь поучаствуют. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok